В эфире станция. Программа «Модель для сборки». Станислав Лемб. Кибериада. Крепкая взбучка. Кто-то постучал в дом конструктора Клопаукси. Хозяин приоткрыл дверь, высунул голову наружу и увидел толстопузую машину на четырех коротких ногах. Кто ты и чего тебе надо? Я машина для исполнения желаний, а прислал меня в подарок тебе твой друг и великий коллега Трурль. В подарок переспросил Клопаукси, который испытывал смешанные чувства к Трулю. В особенности не понравилось ему, что машина назвала Трурля его великим коллегой. Ну ладно, решил он после короткого раздумья. Можешь войти. Приказал он машине встать в углу у печи, будто не обращая на нее внимания, вернулся к прерванной работе. Клопаукси строил пузатую машину на трех ногах. Она была почти готова, оставалась на месте блеск. Через некоторое время машина для исполнения желаний подала голос. Напоминаю о своем присутствии. Я о нем не забывал, ответил Клопаукси и продолжал работать. Вскоре машина спросила, можно узнать, что ты делаешь? Ты машина для исполнения желаний или машина для задавания вопросов, сказал Клопаукси. Мне нужна голубая краска. Не знаю, тот ли это оттенок, который тебе нужен, ответила машина, выдвигая через отверстие в животе банку краски. Клопаукси открыл банку, молча погрузил в нее кисть и принялся красить. Потом ему понадобились еще наждак, точильный камень, сверло и винило, а также болты. И каждый раз машина немедленно давала ему то, чего он хотел. Под вечер Клопаукси накрыл свое творение холстиной, подкрепился едой, сел на маленьком треножнике перед машиной и сказал. Посмотрим теперь, годна ли ты на что-нибудь. Ты говоришь, что умеешь делать все? Все не все, но многое, скромно ответила машина. Доволен ли ты красками, болтами и сверлами? Ну конечно, конечно, ответил Клопаукси. Но сейчас я задам тебе задачу куда труднее. Если не справишься с ней, отправлю тебя обратно к твоему хозяину с должной благодарностью и со своим отзывом. Так что же тебе нужно? Спросила машина и переступила с ноги на ногу. Нужен Трурль, объяснил Клопаукси. Сделай мне Трурля, чтобы он был точь-в-точь как настоящий. Чтобы их отличить от друг друга нельзя было. Машина поворчала, побренчала, пошумела и сказала. Хорошо, сделаю тебе Трурля, но обходись с ним осторожно, потому что он великий конструктор. Так, разумеется, может быть, спокойно, ответил Клопаукси. Ну, так где же этот Трурль? Что, вот так сразу? Это ведь не что-нибудь, сказала машина. Тут время нужно. Трурли, это тебе не болты и не краски. Однако она, на удивление, быстро затрубила, зазвенела. И в животе ее расплакнулись довольно большие дверцы. И из темного нутра вышел Трурль. Клопаукси встал, обошел вокруг него, присмотрелся поближе. Старательно пощупал и постукал, но сомнений не было. Перед ним был Трурль, как две капли воды, похожие на оригинал. Трурль, вышедший изнутра машины, щурил глаза на свет, но в остальном вел себя вполне обычно. Как поживаешь, Трурль? Сказал Клопаукси. Как поживаешь, Клопаукси? Но, как я, собственно, попал сюда, отозвался явно озадаченный Трурль. Да так вот, просто зашел. Давно я тебя не видал. Нравится тебе мой дом? Конечно, конечно. А что это у тебя там, под толстиной? Ничего особенного, может, сядешь? Хм, сдается мне, что время уже позднее. На улице темно, пожалуй, пойду домой. Ну, не так быстро, не сразу запротестовал Клопаукси. Идем сначала в подвал, увидишь кое-что интересное. А что ж ты от такой в подвале? Пока ничего, но сейчас будет. Пойдем, пойдем. И похлопывая Трурля по плечу, Клопаукси отвел его в подвал, а там подставил ему ногу, повалил его на земь, связал и принялся колотить толстой жертью изо всех сил. Трурль вопил во весь голос, звал на помощь, то ругался, то просил пощаду, но ничего не помогало. Глухая ночь, кругом пусто, и Клопаукси продолжал лупить его так, что гул стоял. «Ой, ай, почему ты так бьешь меня?» Кричал Трурль, увертываясь от ударов. «Потому что мне это доставляет удовольствие», объяснил Клопаукси и снова замахнулся. «Этого ты еще не пробовал, мой Трурль!» И так бахнул его по голове, что она загудела, как пустая бочка. «Пусти меня сейчас же, а то я пойду к королю и расскажу, что ты со мной сделал, и он бросит тебя в подземелье!» – кричал Трурль. «Ничего мне не сделаешь!» «А знаешь почему?» – спросил Клопаукси, усаживаясь на лавку. «Не знаю», – ответил Трурль, радуясь, что трепка прекратилась. «Потому что ты не в самом делешный Трурль. Настоящий сидит у себя дома. Он построил машину для исполнения желаний и прислал ее мне в подарок, а я, чтобы испытать ее, велел сотворить тебя. Сейчас я отвинчу тебе голову, поставлю пускровать и приспособлю для стаскивания сапог. «Ты чудовище!» «Зачем ты хочешь это сделать?» «Я уже сказал, мне это доставляет удовольствие. Ну, хватит болтать попусту». Говоря это, Клопаукси взялся за жертв и Трурль заорал. «Перестань! Сейчас же перестань! Я скажу тебе нечто очень важное!» «Любопытно, что такое ты можешь сказать, что бы мешало бы мне приспособить твою голову для стаскивания сапог?» – спросил Клопаукси, но перестал его бить. Трурль тогда закричал. «Я вовсе не Трурль, сделанный машиной! Я настоящий Трурль! Самый что ни на есть настоящий! Я только хотел узнать, над чем ты работаешь так давно, завершись на все замки!» Вот я и построил машину, спрятался у нее внутри и приказал ей доставить меня в твой дом, а для вида назваться подарком от меня. «Ну и ну, что за историку ты сочинил?» И вот так, прям с ходу, сказал Клопаукси, и сжал в руке толстый конец жерди. «Можешь не стараться, я твое вранье насквозь вижу!» «Ты Трурль, сделанный машиной!» «Она любое желание исполняет!» «От нее и болты получила, и краску белую, и голубую, и сверла, и всякую сячину!» «А если смогла она все это сделать, так и тебя сделать может, дорогой мой!» «Да я все эти вещи заранее приготовил!» — воскликнул Трурль. «Нетрудно было догадаться, что именно тебе понадобится! Клянусь, я правду говорю!» «Покажись, твои слова правды!» «Это означало бы, что мой друг, великий конструктор Трурль, самый обыкновенный мошенник, а в такое я никогда не поверю!» — ответил Клопаукси. «Вот тебе!» И с размаху ударил его по спине. «Это за клевету на моего друга Трурля!» «А вот тебе еще!» И угостил Трурля еще раз. Долго он бил Трурля, лупил и колотил, пока сам не устал. «Пойду теперь вздремну немного и отдохну!» — сказал Клопаукси и отбросил палку. «А ты подожди, я скоро вернусь!» Когда он ушел и по всему дому разнесся его храб, Трурль стал так извиваться в своих путах, что веревки ослабли. Трурль развязал узлы, выскользнул, как он подбежал наверх, влез внутрь своей машины и с места в карьер помчался в ней домой. А Клопаукси, тихо посмеиваясь, глядел сквозь верхнее окно напекство Трурля. На утро Клопаукси отправился с визитом к Трурлю. Тот с угрюмым видом впустил его в дом. В комнате царил полумрак, но шустрый Клопаукси все равно заметил на голове и на корпусе хозяина следы крепкой взгучки, которую он ему задал. Хотя видно было, что Трурль изрядно потрудился, чтобы выровнять вмятины от полученных ударов. «А что это ты такой хмурый?» — весело спросил Клопаукси. «А я пришел поблагодарить тебя за чудесный подарок. Жаль только, что пока я спал, машина умчалась, словно на пожар, даже дверь не закрыла. Кажется мне, что ты неправильно обошелся с моим подарком, чтобы не сказал больше, взорвался Трурль. Машина мне все сказала, не утруждая себя, добавил он со злости, видя, что Клопаукси отбыл бы рост. И велел ей сотворить меня, меня самого, а потом коварно завлек двойника моей особой в подвал, и там барварски избил его. И после нанесенного мне оскорбления, после черной неблагодарности за великолепный дар, ты еще осмелился, как ни в чем не бывало, прийти сюда. «Ну что ты можешь сказать?» «Никак не пойму, на что ты гниваешься», — ответил Клопаукси. «Действительно, я велел машине изготовить твою копию. Скажу тебе, она удалась на славу, я был просто поражен, увидев ее. А насчет битья машина сильно преувеличивает. Я, правда, пихнул твоего двойника разу в другой, потому что хотел проверить, прочно ли он изготовлен. К тому же не хотелось узнать, как он на это среагирует. Он оказался на редкость шустрым. Сходу придумал историю, будто вовсе это и не он, а ты своей собственной персоной. Я, конечно, не поверил, а он стал клясться, что щедрый подарок — это вовсе не подарок, а обыкновенное мошенничество. Ты, надеюсь, понимаешь, что, защищая твою честь, честь моего друга, я должен был всыпать ему за такое наглое вранье. Однако я убедился, что у него недюжинный ум, и, стало быть, он не только физически, а и духовно подобен тебе, мой дорогой. Воистину, ты великий конструктор. Именно это я и хотел тебе сказать, и с этой целью пришел с позаранку. Ах так. Ну да, конечно, — ответил уже несколько смягчившись Трурлик. Правда, то, как ты обошелся с машиной для исполнения желаний, по-прежнему кажется мне не самым удачным. Да уж ладно. А, кстати, я как раз хотел спросить, что ты сделал с этим искусственным Трурлем? Невинно спросил Клопауцый. Нельзя ли мне повидать его? Он просто с ума сошел от ярости, — ответил Трурль. Грозился, что спрячется за большой скалой у твоего дома и раздробить тебе череп. А когда я попытался урезонить его, он на меня стал бросаться. Ночью принялся плести из проволоки силки и сети на тебя, друг мой. И хотя я считаю, что в его лице ты оскорбил меня, все же ради давней дружбы нашей, ради твоей безопасности, потому что он тебя не помнил от злости, разобрал я его на мелкие части, не видя иного выхода. Говоря это, Трурль, будто так нечего делать, пнул ногой какие-то детали, разбросанные по полу. После этого они тепло попрощались и расстались, как сердечные друзья. С той поры Трурль только и делал, что каждому встречному и поперечному рассказывал всю эту историю. Как он подарил Клопауцую машину для исполнения желаний, и как недостойно поступил тот с машиной, приказав ей изготовить двойника Трурля, а затем дал ему взбучку. Как этот двойник, великолепно изготовленной машиной, с помощью всяческих ухищрений пытался вырваться и сбежал, едва уставший Клопауцый уснул. И как сам он, Трурль, разобрал прибежавшего домой и невсамделишного Трурля, сделал же он только для того, чтобы спасти своего друга Клопауцая от мести пострадавшего. И до тех пор он рассказывал об этом и хвастовый пыжился, и призывал в свидетеля самого Клопауцая, пока весть об этом необычайном происшествии не дошла до королевского двора. Теперь все там отзывались о Трурле не иначе, как с величайшим восхищением. Хотя совсем еще недавно его повсеместно называли конструктором самых глупых мыслящих машин в мире. А когда Клопауцый услыхал, что сам король щедро одарил Трурля и наградил его орденом Великой Пружины и Геликоноидальной Звездой, он завопил во весь голос, «Как же так?» «Значит, за то, что удалось мне его перехитрить, за то, что я его разгадал и задал ему крепкую взбучку, так что ему пришлось потом еще долго переклепываться и лататься, за то, что он несолоно хлебавший бежал на перекошенных ногах из моего подвала, за все это он утопает в богатстве? Мало того, король жалует его орденом, о, вселенная!» И ужасно разгневанный возвратился к Лопауции домой и снова заперся на все замки, ибо он строил такую же машину для исполнения желаний, как и Трурль, только тот раньше ее закончил. Продолжение следует...